В России начались выборы в Государственную Думу. Это очень важный день для нашей страны, для будущего. Казанский университет посетил министр инновационного развития Республики Узбекистан. В Узбекистане последние годы уделяется очень большое внимание в развитии науки, образования. Всем привет! В эфире Универниус, а в студии Надежда Мичерякова. В это воскресенье в Москве делегация КФУ представит свое выступление на заседании комиссии по отбору участников программы «Приоритет-2030». Именно там на суд жюри будет представлена стратегия развития университета на ближайшее десятилетие. В России начались выборы депутатов в Государственную Думу. Голосование в этом году продлится три дня. О том, как проходит голосование в Казанском федеральном университете, расскажем в следующем сюжете. В рамках выборов в Государственную Думу в Казанском федеральном университете 17 сентября прошел специальный проект «Семейный день». На избирательный участок номер 44 в Институте физики пришли студенты, сотрудники и преподаватели КФУ со своими семьями. И когда дети смотрят на то, как свой гражданский долг отдают родители, они, получается, сами формируют эту привычку. И когда им исполняется 18 лет, они, соответственно, понимают, насколько это важно для будущего, той страны, в которой они проживают. Помимо этого, акция «Семейный день» прошла и в Елабужском институте Казанского федерального университета. Я думаю, это действительно очень правильное решение, когда мы всей семьей идем и делаем свой выбор. После этого проголосовавшие получили возможность бесплатно передвигаться по городу на общественном транспорте, посещать городские музеи, а также праздничные концерты. В рамках проекта «Семейный день» студентам, сотрудникам и преподавателям Казанского федерального университета провели экскурсию по зоологическому музею и новому шахматному клубу имени Анатолия Карпова. В голосовании также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он посетил избирательный участок в Казанской кадетской школе-интернате. Мы должны голосовать за тех людей, за ту партию, которая бы могла развивать нашу страну и меньше бы было различных течений, которые бы не растаскивали нашу страну как рад лебедь и щука в разные стороны. Проголосовать на избирательном участке номер 44 по адресу улица Кремлевская, дом 18 могут студенты и сотрудники Казанского федерального университета, если они заранее подали заявление в личном кабинете госуслуг. Пришло уведомление о том, что мои заявления приняты. Я считаю, что это удобно, потому что я в перерывах между парами пришла и проголосовала. Нет необходимости успеть до конца рабочего дня проголосовать по месту прописки. Выборы продлятся до 19 сентября включительно. Проголосовать можно по месту жительства или онлайн через личный кабинет на сайте госуслуг. Министр инновационного развития Республики Узбекистан Ибрахим Абдурахмонов приехал с рабочим визитом в Казанский федеральный университет и прочитал лекции студентам Института фундаментальной медицины и биологии. Делегацию из Республики Узбекистан встретил проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Визит гостей начался с небольшой экскурсии по Институту фундаментальной медицины и биологии. Здесь им рассказали о современных установках в институте, которые используются на практических занятиях студентов. Делегация в Казанский университет приехала с целью познакомиться с процессами обучения и перенять опыт нашего вуза. В Узбекистане последние годы уделяется очень большое внимание в развитии науки, образования. У нас есть тоже несколько таких центров, научно-исследовательских институтов и результаты мирового значения. На лекции Ибрахим Абдурахмонов рассказал студентам, какие работы проводятся в Узбекистане по направлению сельхоз-биотехнологии. Мы можем также быть как материально-технической базой для практики для студентов. И мы можем отправить сюда короткосрочных стажировок наших студентов и докторантов, профессорский состав. И, конечно, модель Татарстана по инновационному развитию надо изучать и видеть своими глазами, потому что это большая практика, подчеркнул Ибрахим Абдурахмонов. Он также отметил, что продолжит работу и сотрудничество с Казанским университетом. Инджимини Баева, Фарид Захидоглы, Универньюс. 16 сентября в спортивном блоге КСК КФУ «Уник» состоялась церемония открытия шахматного центра имени советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера Анатолия Карпова. На месте событий побывала наш корреспондент Елизавета Никитина. Церемония открытия началась с приветственных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова, а также самого гроссмейстера Анатолия Карпова, депутата Государственной Думы Российской Федерации Ильдара Гельмуддинова и председателя Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиза Гелазова. Это не просто шахматный клуб, это центр современных интерактивных игр, поскольку сегодня подрастающее наше поколение любит эти игры и любит вас, поэтому мы с радостью вас сегодня видим здесь, в нашем университете. И благодарны, что, несмотря на эту выборную пункту, вы находитесь здесь, в Казани, вместе с нами. Этот центр станет некой кузницей, в том числе развития шахматных в университете. Я считаю, что так и будет. Ежегодно мы организовываем турнир среди судей на площадке нашего шахматного клуба, поэтому я рад тому, что на территории нашего университета создан такой центр шахмат имени великого красмейстера. Также глава КФУ сообщил, что планируется открыть целую сеть таких клубов в других городах республики. Далее Анатолий Карпов и ректор подошли к интерактивным шахматным доскам и совершили символический стартовый ход партии на Е2 и Е4, тем самым официально положив начало работе нового шахматного клуба в структуре Казанского университета. Завершилась торжественная церемония экскурсии по центру, которую провел для почетных гостей директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чекрин. В ходе экскурсии чемпион мира провел сеанс одновременной игры с преподавателями и студентами вуза, а также пообщался с университетской командой, серебряными призерами всероссийских соревнований по шахматам, прошедших недавно в Самаре. Сейчас шахматы поменялись, помолодели, потому что информация дается намного проще и быстрее. И поэтому, если в мое время считалось, лучший период жизни для шахмат считался 23-35 лет, то сейчас и в 20 лет уже становится сильнейшим шахматистом мира. В клубе регулярно будут проводиться соревнования разного уровня по различным видам шахматы, шашек, в том числе с использованием онлайн-технологий. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Какое исследование в течение трех лет проводила компания Facebook и что утаило от общества и властей? Одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий The Wall Street Journal опубликовало статью со ссылкой на внутренние документы компании Facebook. По данным издания, компания проводила исследование, которое показало, что многие подростки сталкиваются в Инстаграм с эффектом негативного социального сравнения. По словам эксперта Казанского университета, многие подростки в силу своей неопытности не могут справиться с эмоциональным воздействием социальных сетей. Вернемся к статье от The Wall Street Journal. По результатам исследований Facebook, 32% девочек-подростков, которые плохо относились к своему телу, стали воспринимать его еще хуже. Также 14% мальчиков-подростков столкнулись с проблемой сниженной самооценки. Например, Инстаграм своим влиянием может просто-напросто еще ниже опустить самооценку, которая и так была низкой, например. И поэтому не всем он рекомендуем, не все могут ввести вот это средство массовой информации и представлять себя обществом. Также в одном из запросов Facebook в США и Великобритании 13% британцев и 6% американцев сказали, что они хотели покончить с собой из-за Инстаграм. В Инстаграм могут быть различные диалоги. В Инстаграм это уже, так сказать, среда, где появляются различные манипуляторы, деструктивные направления. Они могут влиять, манипулировать, вызывать разные чувства, чтобы подчинить себе, своей программе, своим целям. Например, есть деструктивное преступное социальное сообщество, которое может влиять на молодежь и вызывать у них депрессии и вплоть до суицидных установок. Инстаграм можно пользоваться подросткам, которые нашли свое внутреннее «я» и которые могут быть уверены, что не подвергнутся психологической атаке со стороны социальных сетей, рекомендует эксперт Казанского университета. Энджимия Небаева, Универтньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok